Здравствуйте! В условиях пандемии SARS-2 или COVID-19 очень важно, а многим жизненно важно знать, к какой из трех групп населению вы относитесь. Именно ваше положение определяет, какое значение для вас имеет то, что карантин в вашем населенном пункте ослабили или карантин сделали более жестким. Если вы относитесь к группе до 40 лет, неважен пол, важно хороший уровень здоровья, то вы можете использовать ослабление карантина в полном объеме. Но! Продолжайте заниматься своей иммунной системой, чтобы в случае заболевания перенести его с повышением температуры выше 38 градусов. Что является залогом хорошей реакции организма на инфекцию, а соответственно хорошей выработки иммунитета. Если у вас температура будет вялая 37 градусов с небольшим хвостиком, то вряд ли ваша иммунная система успеет за неделю выработать иммунитет. Скорее заболевание продлится более чем неделя, может быть 2-3. И у вас есть вероятность заболеть коронавирусной инфекцией повторно. Даже в случае, если вы относительно здоровы. Да, вы можете также легко перенести эту инфекцию. Но! Легкое течение инфекции не говорит, что она не оставит последствий в вашем организме. Поэтому это нужно понимать. Если вы к этой группе относитесь, понимаете насколько это важно. Вы можете поставить лайк или написать в комментариях, что да, это здорово. Вам повезло, что вы так поздно родились. У вас хороший запас прочности. Но! Не советую его активно терять. Напомню, по статистике умирают люди любого возраста. Но в возрасте до 40 реже. Вторая группа населения – это возраст биологический от 40 до 60 лет. Вам при ослаблении условий карантина нужно обязательно со своим семейным доктором уточнить особенности профилактики заболевания и лечения тех болезней, которые, возможно, у вас уже присутствуют. Просто не все болезни даже в таком возрасте могут легко закончиться в случае заражения коронавирусной инфекцией. Ну а те, у кого возраст старше 60 лет, чаще всего вы уже имеете различные заболевания. Гипертоническую болезнь, атеросклероз сосудов, сахарный диабет. То вы ослабление карантина воспринимаете правильно. Философски. Это не для вас. Это для ваших родственников, которые могут теперь лучше заниматься своим здоровьем. Укреплять свою иммунную систему. Бороться с гиподинамией вынужденной. А вот у вас гиподинамия вынужденной остается. Потому что увеличение контактов с окружающей средой – это увеличение риска заболеть. И попасть на аппарат искусственной вентиляции легких. Судя по тому, как в разных странах снимают карантин, опыты идут. Организаторы здравоохранения проверяют, насколько инфекция может активироваться в тех или иных условиях. И чемпионом мира, судя по степени ослабления карантина, хочет стать Германия. Она хочет первую прийти к финишу. Потому что максимально ослабила карантин. Я понимаю, что количество аппаратов искусственной вентиляции легких у них достаточно большое. Они простаивают. А простаивать не должны. Если аппарат ИВЛ простаивает – это экономическая диверсия по отношению к стране. Он должен работать. Он должен быть максимально заполнен. Без очереди. В очереди будут гибнуть люди. А вот когда аппарат простаивает. Это говорит о том, что на несколько дней, недель или месяцев страна позже выйдет из карантина. А это значит, что экономика восстановится тоже в такой же мере позже. Поэтому количество аппаратов ИВЛ определяет, в принципе, выход на искомую точку. 70% коллективного иммунитета в этом населенном пункте, в стране, ну и на планете в целом. Что остановит инфекцию. И возможно только изменчивость вируса может сказать, что Германия хочет стать абсолютным чемпионом. Либо это будет только промежуточный финиш. К этому времени вирус изменится настолько, что потребуется вновь переболеть, выздороветь. И с иммунитетом остаться до следующих, не самых простых событий в жизни этого человека. Но это, как говорится, другая тема. Но только со своим семейным доктором определите, какие условия карантина для вас самые простые. Да, прогулки на свежем воздухе полезны будут большинству. В случае, если вы находитесь в маске, в очках. И стараетесь не контактировать с незнакомыми и знакомыми вам людьми, которые с вами не живут. А вот рестораны нужно открывать и кафе. Осторожно. Италия перед тем, как открыть ресторан, написала уже практически талмуд тех требований и условий, которые предъявляются ресторатору для того, чтобы это сделать правильно. Я бы сказал, понимаете, очень интересно смотреть за человеком, как он употребляет напитки. Ладно, можно соломинкой пробить маску. Вот кушать различные блюда через маску будет, мягко выражаясь, не сильно комфортное удовольствие. Придется маску снять. А это значит, риск заражения инфекцией может быть повышен. Особенно у тех, у кого скомпрометирована пищеварительная система. Об этом я подробно описал в своей новой книге «Ковид-19. Что делать?» В этой книге есть не только эта информация, как питаться правильно, в зависимости от индивидуального состояния вашей пищеварительной системы. Ну и более 500 других советов диетолога, а также имбирные тесты, которые определяют, в каких условиях можете вы или не можете использовать имбирь. Для профилактики COVID-19. Для укрепления своего иммунитета. Или можете рискнуть обострением известных вам заболеваний, которые были в ремиссии. А вы их можете обострить. Очень непростое растение имбирь. Хотя помогает бороться с коронавирусной инфекцией. Заодно и с другими инфекциями, которые могут окружать человека. Ну, это говорится для тех, кто хочет знать больше. Можно купить книгу. Ссылку в описании. Либо в моем первом комментарии. Вы можете найти. Перейти на сайт. Почитать. Купить. Это, как говорится, ваш выбор. А пока вы думаете, как правильно поступить, я советую вам дождаться следующего видео. В нем я более подробно расскажу, как лучше, каким образом нужно подготовиться к посещению кафе, ресторана. Иными словами, когда вы пытаетесь питаться вне дома. Чтобы коронавирусная инфекция ненароком не проскочила в ваш организм. Можно и нужно правильно подготовиться. Учитывая особенности коронавируса. И об этом вы узнаете. Я вам напомню об этом в одном из следующих видео на своем видеоканале. До новых встреч на моих видеоканалах Доктор Скачко и Школа Доктора Скачко. Это YouTube. А также Школа Доктора Скачко в Instagram.